Гроза вокзальных воришек и карточных шулеров. Правопорядок на железнодорожном, воздушном и водном транспорте без малого целый век осуществляет Пермское линейное управление МВД. С начала года зарегистрировано более двух тысяч заявлений от пассажиров. Порядка полутора сотен преступлений раскрыты. Самые сейчас распространенные кражи, это кражи наших гаджетов. Это то есть телефонов, планшетов. Люди просто бесхозно оставляют в вагонах это все. И все, преступниками это все похищается. Сегодня в Перми украли телефон, а преступник через несколько часов может быть вообще в другом регионе и в другой конце нашей страны. За пассажирами нужен глаз да глаз, говорят линейной полиции. Мошенничества в поездах с участием вагонных катал уже искоренены. Зато увеличилось число наркокурьеров. В музее представлена документальная летопись деятельности транспортного УВД. Среди экспонатов машинка для печатания протоколов, оборудование для дактилоскопии, кинокамера военных годов, форменная одежда, награды. Ветераны вспоминают, как приходилось освобождать заложников из вагона ресторана в 90-м году и даже задерживать американских шпионов. Я сотрудника ЦРУ задержал. Это как? А как задержал? Поезд Москва-Пекин, это был 87-й год. Он отстал от поезда специально. Тогда у нас здесь газопровод вели в Октябрьском районе. Он так одет был, я потому что сразу посмотрел. По одежде тогда у нас россияне так не одевались. Маккензи Иван, 26 лет. Музей необходим для воспитания молодежи, говорят в транспортном УВД. Новые кадры должны гордиться своими героическими предшественниками и брать с них пример. Полицейские будут и дальше продолжать сбор экспонатов. Елена Иговцева, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.